Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Снова несколько минут с утра, чтобы оценить ситуацию, которая сложилась на финансовых рынках, на площадках, чтобы проанализировать основные события, посмотреть, каким, собственно, последствиям по динамике они привели. Также нужно оценить повестку экономического календаря текущей предстоящей торговой сессии. Ну и, разумеется, в связи с этим подкорректировать наши идеи, либо еще раз дать понять лично себе, что мы все правильно делаем, опять же, ожидая определенные движения от рисковых инструментов, от нефти и, собственно, доллара. Друзья, день сегодня явно обещает быть куда более интересным, чем прошлая торговая сессия. Ну, по крайней мере, в ходе вторника и понедельника мы не могли четко сфокусироваться на каком-то отдельном событии, потому что все было расплывчато, да и, в принципе, начало недели у нас не характеризуется каким-то интересным фундаментом. А сейчас картина в корне изменилась, потому что сегодня у нас целый ряд инструментов рынка Форекс в центре внимания. Собственно, первый отчет, на который мы должны будем обратить внимание, это статистика по индексу потребительских цен по еврозоне. Выйдет она в 13.00 по московскому времени. Безусловно, крайне важный релиз, поскольку на основании тех цифр, которые мы с вами увидим по инфляции, будет ясно, опять же, стоит ли перекладываться под идею все-таки наличия каких-то предпосылок для нормализации денежно-кредитной политики в еврозоне. Поэтому, если евро в вашем арсенале, друзья, этот отчет ни в коем случае пропустить нельзя, вы просто обязаны найти время, чтобы посмотреть за этими цифрами. Возможно, реакция в моменте не последует, но с точки зрения долгосрочного фундамента у нас будет серьезный аргумент. Либо в пользу того, чтобы продолжать транслировать идею важности экономических стимулов для еврозоны, либо все-таки признать, что для сворачивания программы количественного смягчения, скажем, не все-таки безоблачно. Дальше у нас 16-15 статистика по рынку труда. Это отчет традиционный тоже для первой недели. Это отчет от частного агентства EDP по количеству новых рабочих мест. Соответственно, он предваряет статистику по Non-Farm Parals. Важный релиз. Почему? Потому что своего рода репетиция перед официальным релизом. Но те, кто следит за американской статистикой по рынку труда, знают, что этот показатель очень важен и стараются в цифрах, которые выходят, найти ответ и подготовиться к уже официальному релизу Non-Farm Parals. То есть текущей торговой сессии с включением в этом не будет. В 16.30 у нас темп экономического роста Канады. В 18.30 запасы нефти. Параллельно с запасами еще выйдут данные по росту объема добычи за прошлую неделю. Ну и замыкать мы день будем супер событием для доллара. В связи с этим можно ожидать и очень интересное движение по рисковым инструментам, потому что балом будет пройти именно американец. Это ставка ФРС. Конечно же, полноценной конференции в этот раз не будет, но определенные сопроводительные заявления, я уверен, мы получим. Особенно в свете того, что для Джанны Эллен текущее заседание является последним в ее карьере. Она уступает позицию председателя американского регулятора Джерома Пау. Ну, придет его время в плане заседания, мы будем говорить о нем. Сегодня мы фокусируемся на Джанна Эллен, которая за последние полгода не давала нам повода про зачарование. Доллар, может быть, нас очаровывал, но Джанна Эллен продолжала отстаивать позицию того, что Федеризерфа фактически даже обязан оставаться на тропе более высоких процентных ставок. Конечно же, она пыталась дать конкретные намеки рынку, сколько раз эти решения могут быть приняты, но в конечном счете мы прекрасно понимаем, что уже в 2017 году все будет решаться не ей, а Джеромом Паулом. Но можно сказать, что Паул и Джанна Эллен, они своего рода идеологи одной политики, одного, скажем, вектора денежно-кредитного курса. И этот вектор денежно-кредитного курса полностью укладывается в наше свое понимание того, что происходит с монетарной политикой. И уж точно, фундаментально, друзья, не фактически, а фундаментально-логически, скажем так, не должно противоречить сильному доллару. Более того, я скажу, что более высокие процентные ставки и вообще приверженность ФРС нормализации денежно-кредитного курса это, конечно же, стимул и сигнал для того, чтобы американская валюта имела подноготную, скажем, основу для роста, исходя из самого главного фундамента, от ноги которого растут, собственно, от ФРС. Ну, давайте теперь подробнее обо всем. Начнем с нефтянки. И думаю, что такой блиц, скажем, обзора и анализа финансовых инструментов, потому что за день, за минувшую торговую сессию, особенно ничего интересного не произошло. Завтра у нас будет возможность поговорить про инструменты подробнее, учитывая тот календарь, который я вам сейчас описал. По нефтянке у нас сохраняется коррекционная динамика. 68.32 закрытие прошлой торговой сессии, 68.02 сейчас. Все дальше и дальше. Не быстро, но постепенно. Мы отступаем от сопротивления в 70 долларов за баррель. Да, этот уровень еще близок. Нефть ничего не стоит набрать 2 доллара снова за очень крокий промежуток времени. Но давление, согласитесь, на нефть сохраняется. И мы вчера и в понедельник пришли с вами к выводу о том, что сейчас трейдеры полностью зациклили, скажем, свое внимание на статистике американского происхождения, потому что штаты традиционно снабжают нас важными данными для всего рынка черного золота. Мы обычно обращаем внимание на эту статистику, но сейчас внимание к ней должно быть в троекратном размере, потому что штаты используют текущую ценовую конъюнтуру, то есть преимущество высоких цен на WTI, преимущество явного спреда по показателям стоимости с тем же самым контрактом бренда и используют тот факт, что они не обременены никакими обязательствами. Поэтому мы ждем то, что вот этот маховик еще больших объемов по производству будет раскучиваться и раскручиваться, и в конечном счете мы с вами достигнем бланки в 10 миллионов баррелей в сутки по производству. Ну не мы, конечно же, а американские производители нефти, купи исландцевые и традиционные. Есть у нас хорошее ожидание, друзья, то, что за прошлую неделю производство нефти тоже могло быть в формате по приросту около 100 тысяч баррелей за неделю. Две недели назад у нас прирост был 128 тысяч, с чем мы коснулись показателя в 9,8, это максимум, по-моему, с 1983 года. Соответственно, как только будет достигнута планка в 10-7 миллионов, вот, возможно, именно на эту цифру медведи сейчас ориентируются, и как только статисты сообщат о том, что этот уровень сделан, мы увидим о серьезной распродаже на рынке нефти, потому что все снова вернутся к идее перенасыщения глобального рынка черного золота сверхпредложением, которое идет со стороны Штатов. Вчера американский институт нефти сообщил о том, что запасы выросли. Ну, я признаю то, что статистику со знаком плюс от американского института нефти мы наблюдали с вами еще две недели назад, но официальные данные все-таки сообщили о снижении запасов. Ну, я обязан сказать, что если официальные данные также укажут, что запасы не снизились, а выросли, это возможно, учитывая прошлый цикл из 10 недель подряд снижения запасов, то, что если этот цикл будет прерван, думаю, что коррекционная динамика будет еще более выражена, даже чем по факту реакции на прирост добычи. Много сейчас предпосылок для снижения, плюс ко всему у нас и доллар пока что, ну, не то чтобы растет, но все-таки явно приостановил снижение, даже периодически стал подавать сигналы готовности к возобновлению роста. Соответственно, укрепление курса доллара – это тоже медвежий сигнал для нефти. Ждем нефтянку в районе 65. Рубль 56.26. Ты устал, я говорю про котировки рубля на одном и том же значении. Не меняется, потому что ничего не меняется, по сути, на рынке нефти. Два доллара – это, конечно же, ерунда с локальных максимумов. Вот если у нас будет коррекция процентов на 5, процентов на 5-10, конечно же, ближе к 10 в идеале, тогда будем говорить о каких-то переломных моментах для российской валюты. Но пока ничего не происходит, он остается прежним. Доллар японская иена сразу хочется отметить, друзья, то, что эта неделя, безусловно, очень насыщена на события. У нас сейчас есть подспорье для роста доллара в виде очень высоких показателей доходности американских трежей. Мы сейчас действительно наблюдаем на хаяху доходности со 2014 года, и рост продолжается. Обычно в нормальных условиях доллар первым реагирует на поведение именно долгового рынка сейчас на долговой рынок больше падок, скажем, фондовый рынок США, потому что рост доходности спровоцировал снижение, которое мы наблюдаем по NASDAQ, по S&P и по Dow уже вторую сессию подряд. Но поскольку доходности остаются на очень высоких значениях, я думаю, что прессинг на американский фондовый рынок продолжится. Доллар должен подхватить, опять же, эти логичные реакции и показать правильное поведение. Но в данном случае это позитивный момент для Тауил, а собственной оппозиции. Сегодня, друзья, безусловно, центральным событием будет заседание ФРС, которое последнее, как я уже отметил, для Джанет Йеллин. Классически заседание ФРС очень интересно не только решением по ставке, но и тем, что пересматривать прогнозы по экономическому росту, прогнозы по инфляции. Это важно. В целом настроение следующее. Конечно же, никто не ожидает, что Джанет Йеллин будет вносить какие-то серьезные коррективы в монетарную политику. Но то, что она подтвердит прежний, опять же, комментарий, прежнюю позицию, то, что американский регулятор будет и дальше склонен к, возможно, более высоким даже темпам повышения процентных ставок, я в этом ничуть не сомневаюсь. Поэтому, друзья, если мы говорим с вами о потенциале повышения ставок, мы говорим с вами о жесткой риторике со стороны руководства. И, конечно же, эта жесткая риторика вполне может простимулировать еще больше рост доходности и треже, если оказать дополнительную поддержку доллару. Кстати, сейчас у нас котировки 108.86. Я думаю, что выше 109 у нас будет сегодня хорошая возможность прорваться на сильных данных по EDP. Еще раз напоминаю, что этот отчет будет в 16.15 по московскому времени. Опубликованный вчера отчет от Conference Board, индекс доверия потребителей, тоже на хорошем уровне. 125.4 – это одно из самых лучших значений за последние несколько месяцев. Домохозяйство с оптимизмом смотрит в будущее, потому что видит, как растет экономика, видит то, что увеличивается и количество новых рабочих мест, сокращается безработица, и заплаты растут. Но в конечном счете все это отражается на более высоких показателях экономического роста, более высоких показателях активности потребителей. Поэтому я был ничуть не удивлен, что у нас такие хорошие цифры по бизнесу, точнее по оптимизму со стороны потребителей. В связи с этим, друзья, еще раз напоминаю и повторяю то, что статистика, она является еще одним аргументом в пользу роста, конечно же, укрепления доллара. Вот когда все-таки доллар будет правильно реагировать на этот фундамент, этот вопрос меня тоже интересует, точнее ответ на него. Если у вас есть понимание этого, я просто призываю вас даже высказать свое мнение на нашем канале на YouTube. Это очень интересный комментарий будет, в том числе и для меня. Соответственно, с удовольствием с ним ознакомлюсь. Ну, надеюсь, то, что хотя бы такого, скажем, ожидания позитивного сейчас должно быть достаточно с нашей стороны, потому что не только мы верим в рост доллара, но и многие другие, отталкиваясь от текущей фундаментальной картины, чтобы все-таки поспособствовать тому, чтобы пара доллара и японская иена забралась выше 110. Евро против американца. Европейская валюта пока что не видит серьезного восстановления в долларе, поэтому использует по максимуму текущего фундамента для себя, чтобы нарастить стоимостные пункты. Вчера поддержка для евро выстрелила статистика по экономическому росту. Все в соответствии с ожиданиями, квартальное выражение на целых 0,6%, а прирост в годовом 2,5%. Соответственно, друзья, если говорить про то, насколько сильный у нас показатель экономического роста, напоминаю, что годовые чуть ли не лучше 7-8 года. Поэтому мы, точнее даже, может быть, речь идет о более длительном периоде для экономики еврозоны. Что касается сегодняшнего дня, напоминаю, что у нас в центре внимания данные по индексу потребительских цен еврозоны. В случае, если инфляция снова позволит нам говорить о наличии явного прессинга, на этот показатель в случае снижения инфляционных ожиданий и просадки базового значения инфляции, я предлагаю снова вспомнить про последние комментарии Драги и надеюсь, что о важности мягкой экономической политики. Это должно быть достаточно, чтобы потеснить евро. 1,2422 – это очень высокие котировки. Они не соответствуют, опять же, прогнозам Европейского центрального банка разогнать инфляцию, потому что на фоне такого высокого курса, конечно же, не удастся, скажем, создать хорошие условия для роста инфляционных ожиданий. Поэтому ждем поддержки для статистики. Если уж Европейский центральный банк своими словесными интервенциями не смог ослабить курс евро, возможно, с этой задачей справится статистика. Но если уж и статистика тоже будет проигнорирована трейдерами, тогда у нас будет только одна надежда на слабость евро в виде укрепления курса доллара, о чем мы, в принципе, уже поговорили. Фунт против американцев. Вчерашний день был интересен отчетом по количеству потечных кредитов, которые на текущий момент находятся на минимуме. С января 2015 года основная причина – это высокая инфляция и низкое значение активности потребителей. А снова напоминаю вам, друзья, что сейчас в Пангеле сложилась такая необычная, нетривиальная явно картина, когда мы можем использовать любой отчет, неважно какой он, сильный или плохой, для того, чтобы откупать фунт. Потому что если статистика выходит хорошая, ну, это сам по себе уже придло для того, чтобы сделать ставку на рост курса национальной валюты. Если статистика выходит плохая, мы в конечном счете, сколько бы ни разбирали причины этих слабых данных, уйдем на одну проблему – это крайне высокую инфляцию. А как с ней бороться, мы знаем, это нужно задействовать инструменты более жесткой политики, нужно повышать процентные ставки. Поэтому и слабый отчет мы с вами используем в качестве топлива для роста фунта, потому что понимаем, что каждый слабый отчет – это возможность для более ранних и скорых решений британского регулятора по ужесточению политики. Ждем еще прогресса и конкретных, позитивных уже давно официальных комментариев от властей, которые являются участниками переговорческого процесса по Брекзиту. Это еще один триггер роста. Поэтому, держась сейчас на планке 1.42, мы замахиваемся на более высокие ориентиры, на уровне 1.47-1.48. Американский фондовый рынок, S&P, корректируется вторую сессию подряд, больше 50 пунктов уже потери, несколько процентов, все равно мало, мы ждем как минимум 10-15 процентов. Если действительно на американский фондовый рынок повлияли не только технические факторы, но и доходность трежерис, то есть трейдеры начали уже искать более доходные инструменты и сделали ставку на выход из фонды. Возможно, нам стоит повариться с этой идеей еще больше. И, соответственно, до тех пор, пока доходности по трежерис держатся выше 2.7, у американского фондового рынка будет мало шансов на то, чтобы отыграться. Плюс ко всему, как раз на конец этой недели выпадает еще несколько отчетов крупных компаний, которые могут серьезно изменить настроение для всего периода, если можно так выразиться, квартальной отчетности, которая стартовала, по сути, 2 недели назад. Сейчас настроение приподнятое. Да, рынок уверен в том, что компании, которые уже отчитавшись, это больше 60 процентов. Результаты по росту прибыли, опять же, на акцию были лучше, чем ожидалось, даже намного лучше. Сейчас рост прибыли компании прогнозируется на отметке уже 13,2 процента, хотя начинали мы их сезон квартальных отчетов на уровне 10 процентов. Это может способствовать тому, чтобы американский фондовый рынок быстро развернулся и продолжил расти. Но в то же время эти позитивные настроения пока основаны на действительно неплохих отчетах, которые мы увидели от компании. Но если костяк, который впереди, отчитается все-таки о более худших результатах хозяйственной деятельности за прошлый квартал, настроение быстро подпортится. И вкупе с жесткой политикой Федрезерова, вкупе с высокими показателями доходности трежерис, коррекция будет продолжена, друзья. Американский фондовый индекс, S&P, я считаю, что это вообще основная бенчмарка для фонды. 2833 сейчас пункта. Я жду, честно говоря, может быть весьма амбициозно, ориентиры, могу заблуждаться и ошибаться, на отметке в 2500, то есть коррекция, как вы понимаете, просто солидна еще по потенциалу. Если хотите, можете присоединиться к этой сделке, но здесь нужно быть абсолютно уверенными в том, что американский фондовый рынок достиг своего апогея кипения. И пора бы уже ему, будучи самым настоящим финансовым фондовым пузырем, немного схлопнуться. Мы не говорим о том, что ему нужно лопнуть. Я думаю, что утечет еще очень много воды и пройдет времени, прежде чем действительно американский фондовый рынок вернутся справедливым уровнем. Но пока что стоит рассчитывать хотя бы на какую-то здравую коррекцию, которая должна была бы наступить уже очень давно. Австралийцы еще стоят отметить, потому что несколько часов назад вышли данные по инфляции. В целом статистика совпала с ожиданиями. Может быть кто-то даже прогнозировал увидеть хорошие цифры, более лучшие. В частности, годовая оценка инфляции 1,9%, в то время как целевой диапазон находится на уровнях 2-3%. То есть, можно сказать, что не дотягивает еще очень сильно до целевых агентиров. Возможно, поэтому первая реакция, которую мы увидели по австралийцу, была связана с агрессивными распродажами. Сейчас котировки 0,875 особенно. Недалеко мы ушли, если даже лучше не сказать, что совершенно не сдвинулись с уровнях, которые мы наблюдали в понедельник и во вторник. Это явно указывает на то, что трейдеры, которые раньше покупали, уже все-таки понимают, что очень высоко задрали австралийца. И медведи, которые раньше позволили БК перехватить у себя инициативу, начинают понемногу возвращаться на рынок, сдерживая, опять же, покупателей. Поэтому считаю, что силам удастся накопить. И эта сила, в конечном счете, будет конвертирована в импульс уже нисходящего движения. Для тех, кто забыл, а может быть просто не знали, отметка 0,8 является психологической для данной валютной пары. И как только у нас австралийца забирается выше, нужно искать уровни для продажи, если уж не рисковать там сразу, с любых значений вставать в сейл. Потому что это уровень, на который был сделан акцент со стороны самого резервного банка Австралии. Напоминаю, что резервный банк Австралии тогда отметил, что более высокий обменный курс австралийского доллара очень серьезно и негативно сказывается на темпах экономического роста и достижения цели по инфляции. Тоже имеете это в виду. Я лично уже австралийца продаю. Ну и пару слов про рынок криптовалют, который до сих пор не может отойти от, скажем, хакерской атаки на биржу Coincheck. Собственно, нездоровая, конечно же, ситуация складывается, друзья, на всей криптоиндустрии. Потому что мы очень долгое время получали позитив, который способствовал росту всей секции с ключевых регионов, скажем, с ключевых площадок Азиатско-Тихо-Кианского региона. То есть Южной Кореи, Японии и Китая. Либеральная регуляция до некоторых пор способствовала тому, что все верили в какие-то немыслимые уровни для разных криптоактивов. Сейчас регуляторы серьезно закручивают гайки, ужесточают контроль за торговлей криптоинструментами. Сначала Народный банк Китая, потом Южная Корея, Япония оставалась еще площадкой, которую не тронул негатив. Вот, пожалуйста, японская биржа Coincheck столкнулась с кражей криптоактивов на несколько сотен миллионов долларов. Вы уверены, кто следит за этой индустрией, знает, насколько болезненно эта новость стала для, собственно, всего рынка. Биткоин очень серьезно просел, уже оказался ниже 10 тысяч долларов. Я думаю, что, друзья, до появления какого-то значимого фундаментального позитива, даже не знаю, с какой стороны он может прийти и с чем он может быть связан. Вот этот негативный тренд сломать не удастся. Поэтому, если вы торгуете криптой, я думаю, что прежде чем поставить на рост активов, они сейчас в высокой степени корреляции действуют все вместе. Можете даже для любопытства праздновать построить график биткоина, потом открыть того же самого эфира или рип, то вы увидите, что динамика, она схожая. Поэтому, каким бы активом вы сейчас не торговали, ну, если это не актив, скажем, за пределами топ-20 инструментов, у которых там спая логика движения, еще связанная на, скажем, разных пампах и дапах. Если вы торгуете все-таки основой крипты, здесь нужно понять, что до тех пор, пока не развернется локомотив к индустрии биткоин, позитивной тенденцией мы не дождемся ни по одному прочему айткоину. Ждем фундаментальных хороших новостей, еще раз повторюсь, пока их не предвидится, поэтому, если их хочется все-таки поторговать, нужно ставить на еще большую коррекцию просадку крипты. В данном случае, лично моя такая субъективная цель по биткоину, это минимум 8 тысяч долларов. По основным событиям уже поговорили, друзья, тогда не буду повторяться, давайте закругляться. Очень, скажем, сегодня нас ждет интересная сессия, поэтому будьте внимательны к тому, что на рынке происходит, бдительны, контролируйте риски, это очень важно. Желаю вам удачной текущей торговой сессии, да и вообще того, чтобы вы очень хорошо закрыли эту неделю. Я буду, скажем, и дальше поделиться с вами новостями, всем интересным, что происходит в мире фундамента, надеюсь, что эта информация вам полезна. Если есть вопросы, либо острое желание высказаться, я вас приглашаю на наш канал на YouTube под актуальным брифингом, можете оставлять ваши комментарии. Ну, уж раз вы зашли туда, думаю, что нетрудно поставить лайк, большой палец под видеовыпуском, как и всегда, классически большое всем спасибо, друзья, тем, кто все-таки находит время, чтобы эти лайки поставить. Ну, те, кто не ставит, надеюсь, что, возможно, придет время и вы, скажем, оградите в данном случае меня вашим, скажем, знаком какой-то лояльности и отобрения. Ну, возможно, это все в ближайшем будущем и произойдет. Еще раз большое спасибо за внимание, увидимся завтра, как и всегда, в прямом эфире через перископ в 9.30 по московскому времени. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok